Продолжим синтаксический разбор сура «Нази'ат». Мы дошли до 25-го айта «Фаахадзаху Аллаху на калал ахирати вал улэн» «Исхотил его Аллах наказанием как последней жизни, так и первой», или же наказанием первых и последних его слов. «Аллаху» Прямое дополнение глагола «Ахадзах». Аллаху, Исмуль-Джалал, это имя величия, это фаэль и фаэль, действующее лицо глагола Ахаза. Марфуан, поставлено в состоянии рафа именительной падежи. Вааламат рафи, доматазахират, фи ахри, признанка рафа здесь является явное, видимое, читаемое дома на конце. Ваалфиула, мааа фаэль, глагол Ахаза, со своим фаэлем, все это жмлотин фаэль, глагольное предложение. Марфуфат он аля жмлотин фаэль, соединенного союзом фа с предложением фаэль, фа ла махалли ла хаминал ираби, означает, так же, как и предыдущие, не имеет места в падеже. Накаля это мафулин мутлак, он абсолютно мастер, то есть мафуль, свободно от ограничения мафуль, ляна ннакаля би маа на азаби, так как слово накал, здесь в значении подвергнуть наказанию. Мансубан, поставлено в состоянии взвинительной падежи в Алямуте, нас би признак падежа нас в этом имени. «Аль-Фатхата-Захирату» в «Ахри» явная фатха на его конце. «Ванакали» – это «Мудаф». «Накали» влез первую часть из-за фетной связки. «Аль-Ахирати» – это «Мудафу» на Иллайхе вторая часть из-за фетной связки. Можрурум бил «Мудафи» поставлены «Мудафом» состояние жарва родительной падежи. «Во Алламу тожарий признак падежа жарва» – это «Мимене» «Аль-Касарата-Захирату» в «Ахри» явная кассра на его конце. «Аль-Вау» – это «Харфа Атфин Союз» – это «Мобния» на фатха с неизменяемым кончанием с фатха на конце. «Аль-Ула» – это «Магатуфана» на «Ахирати» соединенного союзом «Вау» с предыдущим словом «Аль-Ахира». «Во Алмагатуфа» на «Можруру» – «Можрурум Мислю» – соединенное с поставленным состоянием жарва именем имя, имя, так же как и первое, так же как предыдущее, будет состояние жарва родительной падежи. «Ва Аламута Джарди» – признак паджа-джар в этом имени «Аль-Касрату-Мукадрату-Фи-Ахирихи» – скрытое подразумеваемое на его конце «Касра». «Мана Амин-Захулихат-Та'азур» – проявиться которой помешало невозможность дать огласовку букве «Алиф». Следующий аят – это «Инна Фи-Заликал-Абратал-Лимай-Яхша» – поистине в этом назидание для тех, кто боится, то есть боится Аллаха. «Инна» – это харфу «Талкидин» и «Насбин» – частица усиления, ставит «Исм» в состояние «Насб», то есть «Инсабул-Исм» и «Арфа-Аль-Хабр» – ставит свое имя в состояние «Насб», а «Хабр» в состояние «Раф» в имени «Тин падежи». «Мобнив' оля Фатти с неизменяемым окончательным сфатха на конце». «Фи» – это харфу «Джар». «Мобнив' оля Сакуни с неизменяемым окончательным сакуном на конце». В махалле джарин би фи на месте паджа джар родителю паджа посредством харфа фи. Аль-Лама это ламу ль-буды, ламу ль-буды, лама обозначает дальность того, на что указывают указательными смене еда. Мобнив аль-Касри с неизменяемым кончанием с касры на конце. Аль-Кафа это харф хитабин, харф указывающий на собеседник, обозначающий собеседник. Валь-Джару валь-Маджруру, прелог родителю паджа фи и находящийся посредством него на месте паджа джар родителю паджа указательное имя или указательными смене еда. Мутааликан би махзуфин состоят смысловые связки с удаленным айменным фактором. В махалле раф ин на месте паджа, раф именителю паджа. Хабару инна являясь хабаром частицы инна. Ла-Ибратан аль-Лама это ламу ль-музахалака или ламу ль-битедаи, т.е. перемещаемая лам, соскальзывающая лам, т.е. лама усиления. Мобнив аль-Фатха с неизменяемым кончанием с касры на конце. Ибратан аль-Исма инна ль-муахар имя частицы инна поставлены после его хабара. Мансубан би инна поставлен частицы инна в состояние нас винительной падежи. В аль-Амута нас би и признак паджа нас в этом имени. Аль-Фатха ту-Захирату фи-Ахирих явная фатха на его конце. Ва инна ма асмиха в хабариха частицы инна со своим Исмом Ибратан и хабаром т.е. фи-Идалека. Все это джумляту не смеетан именное предложение. Истина фиетан возобновленное новое предложение. Т.е. аль-Илиятн обозначает причину. Ла махаля лахминал-Ирраби не имеет места в падеже. Лиман аль-Лама это харфу Джарин предлог родительного падежа. Мабнив аль-Касри с неизменяемым кончанием с касры на конце. Ман это Исман Маусулин относительное местомение. Мабнив аль-Сакуни с неизменяемым кончанием сакуном на конце. Ла махаля лахминал-Ираби не имеет места в падеже. Мам, харфа лам. Вал-Джару вал-Маджрур – предлог родительного падежа лам. И находящаяся посредством него на месте падежа Родительного падежа относительно мислименя ман. Му-таалликани бимахзуфин состоят смысловой связки с удалённым амелым фактором. то есть ка инатан, в махале наспи на месте паджа на свинитину паджа. Наатан, то есть цифра ли обратан, определение, описание слова обратан, то есть ла обратан, ка инатан, лима яхша. Яхша это фиален мударен, глагол на стоящее будущее во времени, морфуан, поставлен в состояние рафа. В аламуту рафа и признак рафа здесь это аддома туль мукаддарату аля ахрихи или фи ахрихи, скрытый на его конце дома, манагмин дзхури хатта адзуру, проявиться которой помещала невозможность дать огласовку букве алиф, то есть букве алиф на конце. У фаален, ва фаален, его фааль, действующее лицо, это ламир мустатрин фи хиджавазан, скрытый в нем в допустимой форме местомение тагдиру ху ху, который выражен местомением ху. Валь фаален маа фаали, глагол яхша со своим фаален, все это жумлятун фаалетун, глагольное предложение. Сыля туль маусули, сыля, то есть предаточное предложение для относительного мисминьяман, фа ла махаллахаминал-иараби, поэтому оно не имеет места в падеже. Аллаху а'лам.